В расписании ребят, отдыхающих в реабилитационно-оздоровительном центре сидельники, стоит не одно лишь веселье. Параллельно с отдыхом мальчишки и девчонки получают массу полезных жизненно важных знаний. Организатором одного из таких мероприятий стало Мозорское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора. Специалисты предприятия провели занятия в занимательной игровой форме. Информацию преподносили так, чтобы она усваивалась даже самыми маленькими зрителями. Электричество и газ – вещи, безусловно, полезные, делают быт комфортным. Но небрежное неправильное использование может привести к ожогам, пожару и даже смерти. Для школьников наступила приятная пора. Начались летние каникулы. У ребят, конечно, это вызывает много радости, но у взрослых еще и тревогу за безопасность своих детей, так как у них появилось больше свободного времени и зачастую они остаются дома одни. Важным направлением нашего учреждения Госэнергогазнадзора – это профилактические мероприятия по электротеплотравматизму и травматизма пользования газом в быту. Вот и сегодня среди отдыхающих в оздоровительном центре сидельники. Формат занятий – интерактивная игра. Дети – активные участники. Основные правила безопасности – через конкретные случаи красочную анимацию. Многое ребята уже знают. Тематические уроки проводятся в детских садах и школах. Нельзя купаться с телефоном, потому что это опасно. Нельзя включать в розетку много приборов, потому что может произойти взрыв. Нельзя детей оставлять от них дома, потому что они могут засунуть в розетку пальца. Это надо, чтобы родители смотрели. И нельзя, чтобы они сами откручивали лампочки, потому что они могут получить ток. Нельзя оставлять дома включенные газовые приборы. Детям можно пользоваться газовыми приборами только с 12 лет. Если пахнет газом, то тогда надо вызывать службу спасения 104 или 112. Нельзя при взрослых включать газ, потому что можно печь в палец. Нельзя трогать опаленные провода, потому что можно получить сильный удар током. Нельзя лазать по проводам, потому что можно сильно обжечь током. Нельзя пользоваться электрическими приборами во время грозы, потому что тебя может ударить грозой. Нельзя трогать электроприборы, потому что тебя может ударить током. Это опасно. Нельзя гулять в грозу, потому что особенно с электроприбором в тебя может попасть гроза. Мозырское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора занимается активной профилактикой правил грамотного использования электричества и газа. А проведение занятий в сидельниках уже стало традицией предприятия.